Нижняя палата Британского парламента разрешила правительству начинать переговоры о выходе из Евросоюза. Решение было принято большинством голосов. 494 парламентария голосуют за, 122 парламентария голосуют против, большинство за. Результаты голосования встретили аплодисментами, радовались правящие консерваторы. Референдум о выходе из Евросоюза был их внутрипартийной затеей. Его результат для всей Европы – головная боль. Но в Лондоне теперь уже во что бы то ни стало намерены осуществить так называемый Brexit. Мой призыв ясен для каждого. Эта палата уже высказала свое мнение. Сейчас не время препятствовать демократически выраженному желанию британского народа. Пришло время для того, чтобы перейти к процессу выхода из Европейского Союза. Пришло время создать независимую, самоуправляемую и глобальную Великобританию. Серьезного сопротивления не было. Лидер лейбористов Джереми Корбин заранее потребовал от своей фракции не препятствовать принятию закона, который позволит Терезе Мэй инициировать 50-ю статью Лиссабонских соглашений, регламентирующую процедуру выхода. Текст закона был подготовлен правительством. Состоит он всего лишь из нескольких строк. И хотя дебаты продолжались 40 часов, не прошла ни одна из поправок предложенных оппозиций. Против выхода из Евросоюза выступают Шотландии. Накануне местный парламент запретил Терезе Мэй начинать переговоры о Брексите. Но это решение шотландских парламентариев в Лондоне расценили как символическое. Впереди еще голосование в Палате лордов, после чего британское правительство сможет официально начать переговоры о выходе из Евросоюза. Тогда уже все будет зависеть только от того, о чем сумеют договориться Великобритания и ЕС. Лидеры Евросоюза грозят Лондону суровыми последствиями, чтобы его пример не стал заразительным. Британское правительство на словах желает Европе сохранить единство, но своим выходом вышибает из-под всей евроконструкции одну из опор. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести, Лондон.